Татьяна Сумарева – мастер смены электроснабжения завода. В этой диспетчерско-электрического цеха она отработала 30 лет. Знает свою работу на все 100. В этой сложной схеме ей все понятно без слов. Но в скором времени ей предстоит новое место работы. Через несколько недель она и ее коллеги-мастера переедут в новое отремонтированное пространство, оборудованное современным мнемощитом. В цехе открывают новую диспетчерскую. Новый диспетчерский щит, вы видели, современный. С схемой электроснабжения нанесенной. И на ней указаны уже связи между подстанциями. То есть на старом щите у нас этих связей здесь не нанесены. Мы не видим связи между подстанциями по кабельным воздушным линиям. Этот щит новый, нам эта возможность предоставляет. Плюс туда выведены у нас дополнительные параметры телеизмерения системы телемеханики. То есть мы можем контролировать на щите, уже там вы видели, и напряжение на шинах подстанции, чистоту системы. Плюс на мониторах, на вот этих двух больших, будет выведено вот с нашего рабочего стола тоже дополнительные параметры, которые позволят видеть работу печи ДСП, печи УВОЗ. Открытие новой диспетчерской ждали много лет. Помещение действующее обветшало, а оборудование морально и физически устарело. В 2021 году было принято решение о переносе диспетчерской электроцеха в помещение бывшей теплотехнической лаборатории «Энергоцеха». В прошлом году в помещении на четвертом этаже был выполнен качественный ремонт. Заменены окна, система отопления, дверные блоки, потолки, обновлено половое покрытие, предусмотрена комната отдыха для персонала. Установлен современнейший щит, оборудование и материалы которого полностью согласовываются с серверами завода, и он может обрабатывать порядка 600 телесигналов и 15 телеизмерений. На большие мониторы мы выводим всю информацию, которая необходима мастеру смены электроцеха для повышения надежного электроснабжения завода. Главная задача нового оборудования – это повышение надежности электроснабжения структурных подразделений завода, а также сторонних потребителей, чье электроснабжение осуществляется от сетей Северского трубного завода, оперативного реагирования на аварийные ситуации, возникающие в сетях электроснабжения, увеличение возможностей и объема отображаемой информации на диспетчерском щите. Здесь шесть панелей, ну как считается, а щит собран из маленьких квадратиков, как лего. То есть здесь можно любой сигнал, любую ячейку перенести, ну переделать любую схему, не затрачивая ресурсов. На поверхности диспетчерского щита представлена условная графическая схема, объекты управления, мнемосхема, состоящая из мнемосимволов и элементов управления. Здесь у нас представлено два автоматизированных рабочих места диспетчера, то есть мастера смены. Это персонал, который находится круглосуточно на дежурстве. Рабочие места оборудованы современнейшими компьютерами. Здесь у нас появится телефон-коммутатор с функцией ведения записи оперативных переговоров, которые мы можем прослушивать и, в принципе, понимать, какие были допущены, либо недопущены ошибки во время каких-то определенных операций. Работа щита визуализирована, расцветка указывает на класс напряжения, управляет работой мнемосхемы современный компьютер. Здесь мы можем вывести, кроме параметров электрической сети, режимы потребления, то есть это напряжение на каждой подстанции, можем увидеть токи, нагрузки, частоту, температуру наружную, внутреннюю, то есть достаточно большое количество параметров, которые мы сейчас можем отслеживать. Это даст возможность мастеру смены оперативно реагировать на изменения, то есть на какие-то аварийные ситуации. Для бесперебойного электроснабжения диспетчерской выполнено резервирование сети электроснабжения от двух независимых источников питания. Мастера, которые будут работать на новом оборудовании, прошли обучение и получили сертификаты. Создана надежность, потому что надежность управления всеми сетями – это очень важная история. Быстрота реакции, точное знание, где что происходит или не происходит – это ключевая задача была. Но создавать новые рабочие места без соответствующих условий – сейчас это невозможно. Это наша политика и наша философия. Поэтому все новые места, рабочие зоны, они должны соответствовать самым высоким требованиям, что, собственно говоря, здесь и отражено. Поэтому, мне кажется, мы здесь совместили и задачу технологическую, и условия труда. На мониторы в режиме реального времени выводятся измерения, отчеты, графики потребления параметров сетей электро- и энергоснабжения завода. Режим работы диспетчерского счета – это 24 часа 7 дней в неделю. Сегодня оборудование работает в режиме опытно-промышленной эксплуатации. Полный переход на новый щит предполагается во втором квартале 2024 года. Ксения Болотенкова, Алексей Карипанов, Новости 11 канала.